Привет граждане, тут давече меня слободяночно засудить грозился за поруганную честь. И теперь на меня компромат собирает. Вот чтобы ему скушно не было, подкину интересные информации. Будет за решеткой развлекаться. Пока отпетые машинники мечут икру и пытаются уничтожить мой основной канал, буду вещать на резервном. Так как мне вот написали 4 жалобы, вот это слободян, вот ему уже ответ пошел. Будет думать мудрейший. Это Тирха мне сообразил. Тоже направленный ему. Тут опять слободян. Итоговый. Ну там дальше еще Тирха не буду искать. Итак, продолжаем серию разоблачений. Про эферу века от Слободяна и Тирхием. Хотя тут Тирхием только пиарщик, продвигающий мошенника Слободяна. Но его упорство дебила впечатляет. Особенно в последних выпусках. И эта парочка для меня теперь совсем неразлучна. Так как более недели назад, после моей последней сенсации 22 августа, про сжигание мостов, они оба впали в дикую истерику и подали подвижало бы на удаление моих роликов. Смешно, конечно. Я уже говорил, что кроме Ютуба существует множество ресурсов, куда можно выложить материал. А мой основной канал для меня не представляет никакой ценности, чтобы я за него держался и дорожил. В отличие от того же Тирхи. Так как если его канал забанят, то он по миру пойдет. А я в жизни зарабатываю совершенно по-другому. К тому же, хоть Ютуб и неадекватно банит, реагируя на жалобы любых инфузорий, но не снимает ответственности за дачу ложных заявлений. Но я уже говорил, что подобные жалобы нет проблем спокойно отбить, так как на самом деле я ничего не нарушал. Надо только немного времени. Ладно, снова очередные разоблачающие новости по Слободяну. Многие знают и помнят, что совсем недавно была шизанутая эпопея по раскрутке очередного фейка. Гидровечного двигателя. Или иначе БТГ РОЖ. Моразматики готовы верить во что угодно, лишь бы их эти сказочники регулярно кормили. Куча трубей для подкормки выложили почти все фейка. чтобы подчеркнуть вечную и бесконечную силу воды. Больше пяти лет началась эта эпопея с лоханкой. Здесь уже в 15-м году РОЖ. РОЖ определилась с этим всем хозяйством. И конечно в 16-м году Слободяныч, наимудрейший, придумал свою систему заливания мозга. Конечно Игорь Белецкий о себе тоже напомнил в 16-м. Причем уже это была даже ответка его. Даже если кто-то не успел это все проследить, пожалуйста, сядьте, проведите. И это лучшее доказательство того, что все это не работает. И тут логично возникает вопрос. Так почему же, почему же люди все это понимая, ведутся вот на это мошенничество, на этот обман? Что же их вот цепляет? Что же не дает им шевелить мозгами и понимать, что это обман, что это мошенничество? Что нет никакого здесь секрета и ноу-хау? Что все вот открыто? Они даже ничего не скрывают, ведь они все показывают. Что же вот именно вбивается им в мозги, что вот заставляет их в это все верить? Друзья, это очень такой вот психологически важный момент. Потому что даже люди с техническим образованием очень тяжело могут представить сам процесс работы этого двигателя. К сожалению, Игорь долго и упорно, почти два часа пытался что-то объяснить, но не очень у него это получилось. Но тем не менее, свою точку зрения он высказал. Вот тут уже в 17-м году уже свой канал открыли. Правда, довольно очень слабенькие. В общем, в лучших традициях мирового развода, как обычным. И вот Андрей Маклаков. Года два назад он уже про эту лоханку успел что-то высказать. Правда, очень неудачно. Поэтому Белецкий на него тоже наехал. А тут он дает ответку. Типа, это уже было в 18-м. Что электростанция, которую построила фирма РОЖ, действительно существует. И она является комплексом целого проекта по когенерации. Мощностью примерно в 650 мегаватт. И находится это все хозяйство на восточном побережье Мексики. Вот взгляните хотя бы на вот эти вот картинки. Как-то это маловато похоже на тепловую электростанцию или, скажем, атомную. Не правда ли? Также нет никаких, понимаете ли, больших выхлопных труб. В пользу этого предположения говорит то, что существует отчет, подготовленный. Эх, Андрей, Андрей. Хоть бы следил за своим языком. Что он несет? Вот вы видите вот эту конструкцию. Она почти 10 метров высотой. И предположительно она, ну хорошо, 5-10 киловатт дает. А теперь, что он сказал там про 650 мегаватт. Представляете, сколько должно быть вот этих сигар, чтобы обеспечить 650 мегаватт. По всей вероятности, 65 тысяч разница должна быть. Если даже считать, что это дает 10 киловатт. А что он нам показывает? Какой-то новый сарайчик с проводами. Ну и, конечно, как же без нашего клоуна? Еще в феврале отметился. Вот с таким вот бурбулятором. Можно взглянуть, что здесь народ пишет. Он уже тогда всех достал. Это еще полгода назад. А что уж горит сейчас? Ну и, наконец, кто присматривает за этим шизиком, конечно, помнит вот эту эпопею. С его соседом по палате. Планю представить очень уникальный случай, как один изобретатель Кулибин, находясь у себя фактически в гараже, в частном секторе. В данный момент мы можем видеть его установку, которая фактически в действии показывает, как он питает свой дом. Здесь мы видим генератор стоит, точнее насос, который нагнетает воздух. Этот воздух подается... Вы, главное, послушайте этот дурдом. Человек питает вот этим бурбулятором свой дом. И вот, как оказывается, у терханоида уже давно все работает, как обычно. Что у него не ролик, то там все вечное движение. И все работает, и все пашет. Только берите. Причем берите чертежи, все готово. И занимайтесь. Нагибайте нефтяных магнатов. А теперь послушаем, что этот придурок говорит. Алло, добрый день. Господа президенты, мы присутствуем в данном случае при испытании революционного двигателя, в состав которого входит в локальную гравитационную электростанцию. Получение электроэнергии за счет силы гравитации, без использования углеводородистых материалов и прочих других источников энергии. Осталось подобрать нужные режимы, и человечество отказывается от углеводородистых. Самое главное и самое ключевое. Осталось подобрать режимы, и все запашет, как всегда, как везде, в этом дурдоме. У человека там 300 ватт где-то потребления, его воздуходувка, как он называет, компрессор, потребляет. Там какую-то лампочку подключал, которая потребляет 20-30 ватт. И все. И у него уже КПД 1000%. Уже весь мир прямо падает, ждет. Гения. Сумасшедший дом. Просто сумасшедший дом. И тот же Андрей Маклаков на этого Бачевича как раз ссылается, что вот такой гений. Ему все рассказал, ему все показал. И у него все работает. Но у Маклакова это было еще два года назад. Он распинался. А тут, нате вам! Свежие данные. Июнь, июль. И ничего. Лоханка только начинает что-то пыхтеть и торчать. Но у Бачевича уже все пашет. Он уже нагибает всех и вся. Мировое правительство уже бегит и закупается. Просто дикий кошмар. И немножко добавлю еще. Вот тут еще один гений Ютуба. У которого тоже все пашет и везде все работает. Любая палка и любой дрын. Кто не рассказывает. Я делюсь данной информацией с вами. Кто захочет, соберет. Кто будет думать, что он самый умный, лежа на диване. Что кто-то будет собирать. Вы ошибаетесь. Потому что даже если соберут данную конструкцию, то уже патент хорошим, создан. Насколько надо быть идиотом, убогим. Вот расскажу вам этим убогим, который, услышав слово патент, начинает в экстаз впадать. Патенты не подтверждают реальность или работоспособность устройства или некого другого бреда. Ценность этой бумаженции не больше одноразового полотенца, которым воспользовался и в урну выкинул. Патент дает только утверждение некого умысла, при повторении которого потребуется выплатить дивиденды. Если получится, воспользоваться. Ну а если не получится, то и взятки гладкие. Патентоведам вообще по барабанам, может ли ваш шизоидный гений, расписанный на бумаге, иметь хоть какую-либо реальность. Главное, чтобы вы за содержание патента бабки платили. А если перестали платить, то и патента нету. И от этого патента, точнее название этой бумаженции, абсолютно ноль, никакого толку, ничего она не подтверждает. Но почему-то хомячье просто в экстаз впадает, когда слышит слово патент. Это все фуфло, так же как и этот бурбулятор. Ну а теперь я вам покажу самое-самое интересное. Перед этим ехать в Турцию со Слободяном. Я на разных каналах писал, что все это будет фарсом. А ничего и никто реального и конкретного не увидят. Помните, как тихо распинался про 30-копеечный бензин? А что было после неудавшейся поездки? И когда он уехал в Корею, я все равно утверждал, что будет сплошной развод. И это вышло для совсем атроферных идиотов, как оказывается, было наившей точкой наслаждения наблюдать, как их в тупую разводит банда аферистов. Но для почина с бесполезным аквариумом я вам проведу небольшой анализ того, как уже более двух лет для всего мира Слободян создал ложный сайт по продаже пустышек, и от которого до сих пор хомики писаются кипятком и приводят как аргумент легальности. Давно хочу обратить внимание кипятком Классно, да? Нравится? Ну, вроде вот то, что Андрюша построил и нафиг оставил здесь. Как он? Не знаю, как вы, мне кажется, довольно интересная вещь, строение получается. он стоит уже давно, никому не нужно, а он понял, что это ошибка и оставил его здесь. Еще маленько показываю еще раз всем в полном виде больше двухметровая махина, которая была построена несколько лет назад для того, чтобы продавать электричество, стоит и ржавеет. Вот она, а вот что с ней осталось. А так оставили, потому что не работает. оставили, ушли. Там же, где делали, кстати, обратите внимание. Именно там же, где делали. Ну, это все. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ноги делать. Вот так и стоит этот ржавый аквариум, интерьер портит. А как все начиналось? А для остальных поведаю, что это еще далеко не все. Все только начинается. И как бы мне Андрюха Слободян не грозил и не пытался стереть правду про него, даже пытаясь прикрываться своим высокопоставленным родственникам в Украине, но скоро туда ему будет дорога заказана и даже Аваков не поможет. Так что народ, ждите дальнейших разоблачений и распространяйте эту правду везде, куда дотянетесь. До скорой встречи. Следующий выпуск про... Вы бы поняли, насколько этот человек образован. Не зря у него три лучших образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова